Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, благослови, сохрани и благослови, укрепи. Сына и Святого Духа. Здорово. Мир вам. Что? Мир вам. То есть желаю вам, желаю вам мира. Я сам православный христианин, ищу людей, с кем побесед... А православный? Да, я православный. А? Я в Бога не верю. А какая причина неверия? Так я его не вижу. Я ваш разум тоже не вижу, и что, мне отрицать его сейчас? Ну да, в принципе. В Библии знаете, как сказано о человеке, который неверующий? Там так сказано. Сказал безумец сердца своим, нет Бога. И там дальше идет продолжение. Это Псалма у Давида сказано. Они где-то развратились, совершены ли гнусные дела. Дело в том, что о Боге все говорит, все творение наше. Вот, например, я смотрю на здание, я знаю, что кто-то его построил. То есть были инженеры, были строители, которые это здание возвели. Та же природа вся указывает, что это какой-то разум высший сотворил все это. Начиная с атомов и заканчивая планетой, как Солнце. То есть сама природа об этом говорит, что есть Создатель. А вторая книга, которая говорит о Боге Создателе, которую Господь открыл, это вот Священное Писание, Библия Святая. Здесь на все вы... У меня документ уже дома Библия есть. Так вы начните читать, особенно с Нового Завета. Ну и вообще, если вы... Вот, например, как вот люди подходили, если Господи, ты есть вообще, вот я в тебя не верю, что ты есть Создатель, да? Вы прямо так своими словами поговорите с Богом. Молитва – это разговор с Богом, Создателем. То есть где-то один на один скажи, Господи, если ты есть, откройся мне. Я вот не верю в тебя, что ты есть. И в дальнейшем ты увидишь, как Господь начнет тебе все это приоткрывать постепенно. Ну типа не дышишь, что он тебе покажет, что он есть? Он вам как раз покажет вас... Вы увидите это все именно духовными очами. Я вот о чем говорю вам. Духовными? Конечно. Он может вам приоткрыть такую зависть, что у вас сатана начнет нападать. И только у вас один выбор – только Богу воззвать о помощи. У меня такое было. У меня были нападки дьявола в свое время, потому что грешил много. Там блуд всякий, разные другие грехи были. И пока Господа... Я не могу не грешить. Пока Господа не призвал себе на помощь, мне не мог избавиться от этих грехов. А 26 лет я уверовал. Мне вот сейчас 41 год. А в 26 лет я осознанно встал на колени. А если я пухаю, это грех нет? Ну, конечно. Написано, пьяницы не унаследуют Царство Небесное. То есть в вечности они будут в аду гореть. В Библии, знаете, как сказано вообще о спиртном? Там так говорится, секир – вино глумливо. Вино глумливо. А секира – буйно. Секира – это водка. Так в Ветхом Завете называлось водкой. А секира – буйно. Ты всякий, увлекающийся ими, неразумен. То есть если ты вино употребляешь только для того, чтобы... Аминь. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Вы можете, если у вас в ютуб вы заходите... Вот, посмотрите ролик, как ускоренно колоть дрова. Как раз обо мне там речь идет. Я даю совет, как можно быстро колоть дрова. Да. Затихай, быстро колоть. А? Затихай, быстро колоть. Ну, если ты по найму работаешь, тебя же задача быстро расколоть. Да, но вы не работаете. Ну, вы не работаете. А я работал одно время. И у меня этот навык пригодился. Но это я не просто так. Я этот дар вымолил у Бога. То есть я сам православный христианин. Я стал молиться. Потому что раньше я колол телегу дров. Мог за несколько дней всего расколоть. То есть дня три-четыре тянул. А когда верующий обратился ко Христос, понял, что это не по совести. Надо колоть. И стал одну телегу с Божьей помощью в день колоть. Документров пять. Ты кого переколешь? А? За деньги, я вам в телегу переколю. Что за деньги? А выражать деньги? Переколешь телегу? Да, с Божьей помощью, да, переколю. Точно? Точно. Ну, это не главное. Я-то зашел в чат рулетку с другой целью. Я сам православный христианин. И ищу людей, с кем поговорить о Боге, о спасении души, о вечности. Может, какие вопросы есть? Или размышления? Ты зашел там, да? Да, именно с этой целью. То есть для того, чтобы людям рассказать о Боге, если, конечно, они не знают. Потому что человек-то сотворен для вечности. У него есть бессмертная душа. И вот где мы будем после смерти, уже от нас зависит. То есть если мы будем веровать, потому что Господь, Творец наш, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть кто верить будет во Христа и исполнять Его святые заповеди, тот будет жить вечно в раю, в Царстве Небесном, с Господа. Видишь, да, никто не увидел. Вы помните. Здорово, Дмитрий. Мир вам. Вам тоже. Молодые юноши. Чего интересного расскажешь? А что у вас интересно, есть какие вопросы? Сам я православный христианин. Можно задавать любые вопросы. Мир вам. Привет. То есть вам мир не нужен, да? Нужен. Нужен, но слава Богу. Я сам православный христианин, ищу людей, с кем побеседовать о Боге, о спасении души, о вечности. Может, какие вопросы есть у вас? Спасти меня нет. Это плохо. Мир вам. А вы знаете, как в Библии говорится о людях, которые лежат? Давайте попробуем. Там так написано, а там в Новом Завете, в Евангелии, где-то «Стань спящий и осветить тебе Христос». То есть имеется в виду от духовного сна, когда человек не знает Бога. А у вас что-то болит, да, вы лежите? А то я уж подумал, может, какой болящий, там, парализованный. Ну, понял. У меня был один знакомый, он сейчас умер. Он 17 лет лежал парализованный. То есть вообще двигаться не мог. И это, как раз вот, когда Господь его, так говорится, положил на постель, он поверил в Бога, потом уже, через год уже, год говорит, я ненавидел все это. А в дальнейшем стал верующим, начал иконы рисовать на компьютере. У него это предплечье правое двигалось одно. И вот он с помощью предплечья научился иконы рисовать. А вы, как вы все, в храм ходите или куда? Вы как в верующий, там, в храм ходите или куда-то в другое место? А вы Библию читали? Библию читали вы? Ну, слава Богу. Потому что Господь-то нас будет спрашивать по этому слову. Вот по это, по Святой Библии, вот православной Библии у меня, 77 дней. Святая. Потому что это от Бога дано. Тут еще большой спор. Здесь нету спора. Господь говорит, я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит как ЦУ, как только через меня. У меня тоже крестик есть. Я просто говорю, потому что я вот этому кресту дал, ну, честь отдал этому кресту. Но только одной церкви, одной церкви, одного боку. Никому больше не дадут. Я жил в Савельяце, да? У нас еще храм стоит, он шикарный. Вот моя жена туда ходит за свечки встать. Я не хожу, потому что это бизнес. У меня одна церковь в маленькой деревне, где я крестился. Где я на запад встал и крестился от всех грехов. Все, остальные церкви я просто не признали. У меня одна церковь. Главное, чтобы вы признавали Христа за Спасителя своего, своей личной души. Я знаю, вот это вот, знаешь, как сказать, вынимание денег людей. Это отвратительно, чтобы их, знаешь, как бы, как я, знаешь, наверное, того же грех послал на этих людей, которые берут деньги. Это называется симония грех. Симония. Когда торгуют таинствами Божьими, которые Господь наделил священникам. А вы не участвуете в этом беззаконии? И все. Вот я сам, сам же живу в городе. Ну, это как-то отклоняется. Отклоняется. Я и как бы не препятствую, но отклоняется. Потому что это нервы. Или нервы, или нервы. Ну, там, как же, украину, как-то проходить. Нервы, или нервы. Даже если человек согрешает в чем-либо, священник, он остается священником. Он будет перед Богом отвечать больше, чем вы за свою душу. Погодите, вот если вы, допустим, священник, вы не тот человек, не Бог. Ну, допустим, вы отрастили Бог, я так же могу отрастили. Я не священник. Я не душ подобных или для того-то. Священник, это человек, который должен быть, вот, с великой головой, любви. То есть у него должна быть, не знаю, веса, любовь, любовь, народы, что ли, какие-то люди, они не грошат, не грошат. Так что, если человек, который последний, что я отдал, ну, как я, так сказать, ну, поможет, что ли, да? А наши священники, кто-то, кто-то есть священник наш, свечку продает, душу продает, покрестить продает и так далее. Вот так происходит. Это все? Я тебе могу сейчас показать этот храм, этот, как сказать, сколько, раз, два, три, храм, шикарный. Священники, я езду на простой приори. Священники, блядь, езду нахуй. Извини. Вы зачем матеетесь от этих? Извини, матерюсь, потому что они ездят в фуары. Но фуары, ну, хорошо, что ли. Вот вы на чем ездите? Я езжу на велосипеде. Какой у вас автомобиль? У меня нет, у меня велосипед только. У меня нет автомобиля, у меня велосипед. Велосипед, ну, вы, наверное, до этого не дошли, чтобы приезжать в наши священники. А то, смотришь, священник, значит, один священник попался на то, что он малолетний, там, маленького пацана, а там, секс. Пацанок, где был успеем? Вот, честно говоря, вот клянусь, вот, зачем такое священник, которое не дугал на малолетний? Этим самым, за этот грех, за этот грех Господь спросит священника. И уже, наверное, в этой жизни спросит. А вы этого никогда ненависти не испытывайте, потому что это уже нарушение 6-й заповеди. Написано, не убей, а Господь в Евангелии говорит, всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. То есть, в достаточном уме заходи человека убить, ты уже нарушил 6-й заповедь. Мир вам. Мир вам. И вашего Бога. Я сам православный христианин, ищу людей, с кем подбеседовать о Боге, о спасении души, о вечности. Можешь, какие вопросы есть? Давай, я тебе объясню то, что я не христианин. Я вообще не придерживаюсь никакой веры. И давай, я хочу побоклонить с тобой, чтобы ты меня обратил в чок. Ну, а обращает не человек, а Господь обращает. Я, если только могу вас только засвидетельствовать вам, по слову Божьему. Давай, попробуй. Может быть, что-то подействует. Нет. Расскажите вы сначала, что вас не убеждает, что есть все-таки Бог-создатель? Ну, хорошо. Так что меня должно убеждать? Первый момент, это есть две книги, которые говорят о том, что есть Бог-создатель. Творец неба, земли, всей вселенной. Это первый. Это первый. Эти книги переписывались. Подожди. И в них вносили писания люди. А люди могли вносить писания и обманывать других людей для своей выгоды. Вы задали вопрос, и я вам сейчас отвечаю. Вы же не выслушали сперва. Первая книга, это наша природа, которая говорит о том, что ее кто-то сотворил. Разум какой-то сотворил. Я смотрю... Я вам обычный пример проведу. Например, я вижу здание или дом. Я знаю, что кто-то заложил это основание, кто-то построил. То есть там были и эти каменщики, там и были виточки. Люди. Мы называем просто люди. Люди, да. Но я их не видел, я их не знаю. Вот та же и с Богом. Мы Бога не видим, но вся природа говорит о том, что она сотворена. Начиная с молекул, заканчивая такой планета, как Солнце, другие, созвездия различные. Сама по себе она возникнуть не могла. Это Бог-создатель все сделал. Вас сотворил тоже. Меня сотворил. Все Господь сделал. Ладно. А вторая книга, которая доказывает существование... Согласимся. Вторая книга, которая доказывает, как вы сейчас говорите, что люди писали. В Библии так написано. Писали святые божьи человеки, движимы духом святым. То есть Господь им полагал на сердце, и они писали. И все писали поистине. То есть ничего не скрывают. Согрешил там, например, Ной. Миша, цветы. Здорово, отец. Мир вам. Мир вам. В дом тоже. Я сам православный христианин. Ищу людей, с кем побеседовать о Боге, о спасении души, о вечности. Можешь, какие вопросы есть? Да есть, есть вопросы, да. Господу Богу есть вопросы. Слушай, я давно не был в церкви. Давно не был в церкви. Хочется пойти... Ну, в пьяном состоянии нельзя туда в храм заходить. Конечно. Конечно. Богу-то надо отрезать разом. Насколько я помню, последний раз я пришел, мне батюшку наругал, говорит, Саша. Александр, говорит. Меня зовут Александр. Меня Владимир. Нельзя, говорит, заходить. Нельзя в храм, говорит, в пьяном состоянии. Ну, во-первых, я вам сразу скажу, что в Библии так написано. Только не курите, пожалуйста. Потому что это не годится. Когда я о божественных вещах разговариваю, курите. В Библии так написано. Пьяница не наследует Царство Небесное. Вот если вы человек верующий, и вы верите, что впереди будет суд Божий, то есть вечность. Мы все умрем и воскресим на суд Божий. Все полностью. Начиная, как говорится, с первого дня Адама и Евы, и посеек, которые будут последний день земной жизни людей, которые жить будут. И каждая, написано, даст отчет сам за себя. Ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. То есть за все будет держать. И вот это вот написано, начало мудрости, страх Господня. Это Соломон говорит об этом. Вот этот страх... Нет, нет, я слушаю. Вот этот... Мир вам. Мир вам. Здравствуйте. А лицо можно у вас видеть? Конечно, можно. Но я не показываю. Я сам православный христианин. Вот. Ищу людей, с кем побеседовать о Боге, о спасении души, о вечности. Может, какие вопросы есть? Или размышления на эту тему? Ну, у меня размышления всегда на эту тему полна. Ну, может, поделимся у кого какие размышления. На чем они основаны? Вы... Я вот знаете, как... Это бывает такое настроение. Вот что-то так мысли столько там, да, разных. А сейчас вот как-то и уголы ничего не походит. Ну, а вообще задумывайся о смысле человеческой жизни. Для чего он вообще здесь живет, на земле, на этой. Ну, лично, мое мнение. Я думаю, лично мое. Ну, как бы, не прожить жизнь зря. Вот, самое такое, короткое и простое. Ну, а что для этого надо сделать? То есть, какова цель-то в земной жизни? То есть, что для этого надо сделать, чтобы не зря прожить эту жизнь? Ну, сделать какую-то пользу этому миру. Это у вас размышления хорошие, потому что вот я лично о смысле жизни начал задумываться в 17 лет. Мне сейчас 41 год. А 26... Выглядит, а, 40. Да, 26 лет я уверовал в Бога, то есть во Христа. Почему? Потому что в руки мне вот эта книга попала. Это называется «Святая Библия». Православная книга. Я вот как раз в этой книге нашел на все свои, которые у меня были жизненные вопросы по жизни. Ну, то есть, взаимоотношения людей, нравственности и так далее. То есть, я нашел там все везде ответы. Что, кто такой Бог-создатель? Для чего мы вообще живем? То есть, для чего нам вообще жизнь дает? Для того, чтобы мы познали Его, познали Его волю, исполнили, живя здесь на земле, то есть, Его святые заповеди, и унаследовать жизнь вечную через Его единородного Сына Иисуса Христа. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий...» «Да, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А где написано, знаете? В каком? Не, я в Библию только раз прочитал. Ну, вот она... А это у нас должна быть настольная книга. Это написано в Евангелии от Иоанна 3.16. То есть, юнгрист Иоанн, надо об этом говорить. Почему? Потому что Господь, опять же, в этом же Евангелии, Он говорит, 5.39, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне, то есть о Христе». То есть, это у нас должна быть, я еще раз повторюсь, настольная книга. То есть, мы должны вот свою жизнь сверять вот с этой книгой. И вот тогда вы достроенно эту жизнь проживете, еще плюс вечности с Господом будете. Да, я понял. Но у меня другой вопрос, чуть-чуть не по религии. А, ну, вот, допустим, для чего вам вот в чате сидеть вот просто? Ну, я имею в виду, вдруг у вас такое желание там людей как-то образумить, или, может быть, другие у вас какие-то цели? Да, потому что раз я верующий, я же православный христиан вам говорю, вот. Вот, я читаю Библию, а вся Библия об этом говорит, что людей надо призывать к Богу, то есть к вере в Бога. Господь говорит, идите, проповедуйте Евангелие всякой твари. Это в Матфея 28 главе сказано. Я помолился, и Господь мне положил на сердце это сделать. Почему? Во-первых, я сам, мне вот сейчас 41 год, а к Богу я пришел, верив в Бога, 26 лет только пришел. То есть до 26 лет я жил греховной жизнью, там все, перепробовал. И это зная состояние тех людей, которые не знают Бога, я знаю, что они идут в погибель, мне это как раз побуждает тому, чтобы выйти и сказать людям о Боге. Это наиглавнейшее мое, то, чтобы люди не погибли. Потому что я сколько раз умирал, меня Господь хранил по милости своей, то есть восставал дальше, то есть из больницы выходил, все, там, на моциклах разбивался. Но Господь сохранил. Я понял, да, это кто-то, по-моему, на конструкцию. Это не, я не знаю, думал, так. Ну вот, насчет там, вот этой семьи, как бы, да, то есть как со стороны Бога Он смотрит на тех людей, когда человек, ну, выбирает, допустим, не жениться или еще что-то в этом моменте. Ну, в Евангелии Господь там прямо говорит, что, если, говорит, кому дано, например, есть три вида скопцы, называются люди. Первые скопцы, это которые делали сами себя скопцами, имеется в виду, не обрезали там себе что-то, да, а решили посвятить свою жизнь для Бога. То есть я верующий стал, в данный момент я тоже бессемейный, то есть живу для Бога, то есть тружусь, благовестую. У нас тут православная община, это город Барнаул, Алтайский край. Вот, и потом вторая категория людей, те, которые, его кто-то убедил быть одному одним словом, то есть не женатым. А бывает третья категория, когда человек рождается от природы такой, то есть у него нету тяги к противоположному полу. Есть такое? То есть вот такое. То есть, а вообще законный брак разрешен, пожалуйста, говорится, венчайся, женись, все, и будешь жить, детишек плодить, говорится. Я как бы понимаю, но я не совсем понимаю вот того, что вы говорите, ну, то есть отказался там от семейной жизни и решил посвятить жизнь Богу. А, ну, почему вот это, разве это несовместимо, и нельзя вот это совмещать? И в чем, допустим, прелесть того, что, ну, отказался, это бонус какой-то или что? Вот это вот совсем не... Ну, давайте я вам отвечу на ваш вопрос, прямо из Библии вам просто прочитаю, чтобы вам понятно было. Потому что на все эти вопросы уже ответ был, еще начиная с первого века. Это 1 Калифиума, 7 глава. Вот апостол Павел, известный такой, если вы Библию читали, знаете, у него 14 посланий есть. Вот он пишет так, с первого стиха. О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждый имеет своего мужа. Муж окаживает жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж равный и муж не власти над своим телом, но жена. То есть, если, например, жена захотела, как говорится, да, в половое отношение вступить, ты не имеешь права ей отказать. Только если у тебя там какая-то болезнь или что-то такое, да, то есть для того, чтобы... Это он там дальше, апостол Павел, во избежание блуда, то есть чтобы она тебе не изменила. Чтобы вот этого не было. А дальше он так пишет. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве. Ну вот как у нас в православии. Вот скоро будет Великий пост. То есть 49 дней нельзя, мы же мужчины и женщины, они должны быть, как говорится, в разных местах спать, чтобы избежать соблазна. То есть, но это все делается по согласию, чтобы не совершился какой-то грех. То есть с другим тебя не потянуло другому человеку. Так, а потом, переходил из общины в общину, писал послание. Ну, то есть у него большая деятельность была в то время. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Ну, то есть, если ты не можешь с собой справиться, даже вроде человек бывает поститься, молиться, а потом только выходит с поста, опять начинает его в брак искушать. Уж лучше тогда жене искориться, чтобы не искушаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную. Или примириться с мужем своим. И мужу не оставлять жены своей. То есть ни один вид есть, когда ты имеешь право развестись с женой, да, если она тебе изменила, то есть совершилась прелюбодеяния. Больше никакого нету. Все, в дальнейшем ты должен себя смирить. Там, если ты говоришь, у меня вот у брата есть один верующий, на Урале живет. Жена ему изменила. То есть он нашел в себе силу простить ее. Хотя мог бы, конечно, вообще. Но он говорит, я ради детей это сделал. То есть ради, дети были небольшие. Он говорит, ради детей ее простил. Она пришла, покаялась перед ним, попросила прощения, он ее простил. Но это не каждый муж сможет. Другой из ревности может вообще убить. И того, и ее саму подлиться. Да, то есть это... Вот, потом дальше. Впрочем же, я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет... Ну, там дальше он поясняет. Что, например, если жили два человека неверующих, муж и жена, а в то раз один из них обращается к Богу. И там апостол Павел так поясняет, что если жена, например, вы стали верующим, а жена неверующая, если она, она говорит, не против с тобой жить, как с верующим, то оставайся с ней. То есть это будет как брак меняется. Даже если вы не венчались. Но если она скажет, я не хочу быть с тобой, или ты выбирай, как говорится, своего Бога, или типа отваливать меня. Все. Ты должен избрать, конечно, Бога. Потому что написано первое заповедь, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей душой, всей крепостью своей. То есть везде нужен разум. То есть тут нам молиться именно, как Господь тебе положит на сердце. Но опять, если ты с ней развелся, у тебя ты не имеешь права, пока жена и живая у тебя, это по Евангелию Господь об этом говорит, ты не имеешь права второй раз жениться. Тут уж, как говорится, сам выбирай. Если пошел, значит, оставайся один. Если жена умрет, ты имеешь полное право второй раз жениться. Это вот согласно Слову Божию. Никакие другие причины, вот как у нас сейчас в Московской Патриархии, в православии, да, 12 причин для развода. Это все обман. Одна причина, прелюбодеяние. Все. Других причин нет. Вот почему, когда ученики к Христу подошли, к Христу, когда он еще на земле ходил, он благовествовал, когда он начал объяснять законы, вот эти наивысшие, они сказали, а кто же может спастись? Такая планка завышена. Как так? Одну жену. Потому что по Ветхому Завету там допускалось и несколько жен. Там у Давида, у царя было, который писал мы, написал. У него 10 жен даже было. Ну а Господь говорит, что он, например, не прелюбодействует, а я говорю вам, не всякий смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал в сердце своем. То есть все, ты уже нарушил седьмой запой. А конечно мысли тоже, что они как бы греховные. Да, да. Скажите, вот, допустим, такой пример, да, что если, ну люди же, конечно, все разные бывают, что если человек, так вроде верят в Бога, а вроде и не верят. Ну я имею в виду, как для меня, ну да, если кто говорит там верующий, я вот такой часто придирчивый, мысленно к словам, да, то что многие говорят, я верю, верю. Ну в моем понимании, там допустим веришь, это когда ты, ну что ты делаешь для этого, не просто говоришь, что да, я думаю, что есть высшая сила, а именно ты там, ну как минимум, там иногда будешь в церковь, там все, ну хоть что-то делаешь. ты исполняешь западе Божий, это однозначно, если ты верующий. Да, да, имеется, не все там можешь, как бы, исполнить, ну что-то, ну делаешь, вот это можно уже считать человека более-менее верующим. Скажите, а вот если человек такой, ну, вроде верующий, а вроде, ну и не делает ничего, вот, как бы, и, допустим, он и не против женщин, да, то есть он родился, как бы, нормальным, ну, скажем, не без разных, там, отклонений, там, к любви, там, как бы, как бы, мужчинам, все такое, но, допустим, вот что-то такое чувство есть, что, допустим, он не хочет жениться, то есть ему, как бы, нравится, да, женские полы, все такое, вроде семью хочет, да, ну, то есть это нормальные вещи человеческие, там, семья, дети, вот, но ничего для этого не делает, тут у него какое-то чувство, что это не его, не представляет себя в этой, как бы, в этом виде нет. Ну, вот, в принципе, я могу привести на собственном опыте, я вам уже говорил, что я для Бога посвятил жизнь, в данный момент, то есть у меня были попытки тоже, а женить бы, в то же время я сомневался, надо ли мне это вообще все, то есть, как бы, вот так вот, тоже сомневающий, как бы, и туда, и туда, одни слова, но я всегда молился, раз я стал верующим в 26 лет, я всегда молился, Господи, если тебе угодно, то да, дай мне там верующую жену, чтобы я мог с ней достойно прожить жизнь, если нет, поставь препятствия, и вот по сей час, с 26 лет, я не разу, были девушки, все, скромные, верующие, а вот не получалось, и все, то есть какие-то препятствия всегда вставали, в отношениях между ними, все, ну, то есть я это согласуюсь с том, что Богу это не угодно, все, иначе почему, потому что человек женатый, тут же в этой же главе, апостол Павел говорит, жена старается угодить мужу своему, а муж старается угодить жене своей, а безбрачным, который безбрачный, то есть который один живет, он старается угодить Господу, если он верующий, то есть он живет для Бога, например, я свободно пошел, там бабушке помог, дрова поколоть, забор построить, полы перекрыть, а с женой я уже такие действия не очень-то разбегусь, потому что у меня своя семья, тем более, если дети пошли, мне надо где-то официально где-то работать, ну, хотя бы, или там свой маленький бизнес какой-то иметь, частный, то есть у меня уже больше будет вот этих всяких сложностей, да, апостол Павел так говорит, он говорит, а мне вас жаль, потому что вы будете иметь скорбь по плоти, если вы женатые будете, ну, там дети, там болезни, переживания, какой ребенок вырастет, куда он там направленность у него пойдет, то есть это все переживания будут, а один, когда ты, одно переживание, как бы перед Богом не согрешить где-то лишний раз, то есть удержаться от греха, чтобы Господь тебя сохранил, и другим помогать, то есть в этом больше свободы для добрых дел именно. Ну, да, а с другой стороны, разве это неправильно, потому что, ну, как Бог завещал, живите, размножайтесь, разве это не выполняет свое обязательное, как бы, жизненное предназначение, ну, подарить жизнь другому человеку, и может быть, и он, к примеру, стал бы хорошим, там, или это. Ну, я вам в Евангелии приводил, Господь говорит, каждому какое дарование дано, то есть, кто как имеет, то есть, тебе положено одному жить, живи один, только для Бога, для Господа, конечно, не просто, там говорится, направляется. А если проживешь, вот вроде как я один, и не для Господа, что будет, то же да. Написано в книге Откровения, Господь так говорит, будь или холоден, или горяч, а тепло-хладно в сторону из уст моих, то есть, из брую, значит. То есть, для Господа, ты или не верующий совершенно, то есть, тебя только ждет ад, вечное мучение, потому что, говорит, сам себя туда определил, или ты должен гореть для Господа, то есть, добрые дела делать, а без Бога ты это не сможешь. То есть, я вот, например, стал, когда верующим, пошел, например, я люблю дрова колоть, я сам деревенский, это одна из моих любимых работ. Я взял колону на плечо, помолился, Господи, помоги мне, где мне найти, чтобы заработать, в то же время, людям рассказать о Боге, которые не знают о тебе. И все, иду, и Господь, там, людей на встречи посылает каких-то, которые, смотрю, дрова лежат. Подошел, заговорил, все, начал колоть дрова, с людьми начал беседовать, говорить о Боге. То есть, вот так вот жизнь я свою провожу. Где ты, в чем? Вот, в чем, то есть, вот все зависит от того, как ты именно направил себя. То есть, например, Господь говорит каждому, например, есть, ты можешь умножить таланты свои в 30, 60, в 100 крат. В 30, это человек, который, например, там живет семейной жизнью, ну, там, даже не семейного, как сказать, такой. Просто для Бога, вот я вам первый заповедь уже процитировал, он говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всем разумением своим, всей душой своей, всей крепостью своей. И также написано, что если ты не исповедуешь Господа перед людьми, Господь говорит, и я не исповедую тебя перед Отцом своим неместным. То есть, ты обязательно должен, если ты верующий, молиться о том, чтобы людям говорить о Боге. То есть, Господь теплохладного исторнит из уст. То есть, ты не уносишь эту жизнь вечную, ты в погибель пойдешь. Потому что ты свои таланты зарыл, своей теплохладностью, своим маловерием. То есть, у нас должна быть именно деятельность здесь. У апостола Якова так написано, вера без дел мертвая. Мне еще вот слова такие нравятся. Там, как же там говорится-то, я сейчас уже забыл. Если вера горит, если вера жива, она в деле живом воплотится. Настоящая вера без дел не сидит, ей без дел, но никак не сидится. То есть, ты не будешь сидеть, тебя Дух Божий будет постоянно побуждать. В больнице бабушки лежат, там надо посетить, помочь им. Да хотя бы просто человека посетить. Если вы в больнице лежали, вот я лежал, Томиша там один, а кто-то пришел там из верующих. Ну и вообще даже человек какой-то пришел, тебе же раз, облегчение, ты уже не один. То есть, посетил, потому что Господь в Евангелии, в Матфея 25 главе, он так об этом и говорит. В больнице посетили, меня посетили, говорит. Если в тюрьме кого-то посетили, меня посетили. Ну это имеется в виду, когда ты говоришь, людям приходишь о Боге. То есть, не с простой целью, просто так, пришел и все. А пустом что-то говоришь там. То есть, и вот так вот, то есть, надо, для этого надо изучать Слово Божие. Вот Ян Златовус, это у нас православие великий святой, толкователь Святой Библии, он говорил так, если ты не читаешь Библию, ты ее не знаешь. То есть, не знаешь заповеди Божьей. Если ты не знаешь заповеди Божьей, ты их нарушаешь. А нарушает, ты погибаешь. И все от того, что ты не читаешь. Скажите, начинают один за ним появляться. А что важнее? Допустим, земля, все люди одинаковые, но земля большая, и так случилось, что у кого-то одна вера, у кого-то другая вера. И что важнее, прожить жизнь не просто хорошим человеком, не зная, кто настоящий Бог, допустим, одни веруют в одного, допустим, ну, вы понимаете. Ну, как бы, у мусульман, ну, я не буду утверждать, но настолько знаю, там, вот они, общался с ними в армии, вот, они сказали, там, допустим, вот, если ты не признаешь, там, допустим, что Коран, Аллах и это, ну, истинный Бог, там, ну, короче, тебе рай не видать, как бы ты там не прожил, хорошо или плохо, там, все такое. Вот, я хотел узнать, как православие к этому относится, что вы измеряете? Смотрите, я вам просто объясню, например, вот то, что они утверждают, у нас точно так же в Библии написано, здесь единственная разница очень большая, у них нет спасителя, который Господь послал в мир, то есть, без спасителя путь на небо закрытый человеку, почему? Потому что Господь, сам Иисус Христос, Он говорит, Иван, Говорит Яна 14, 6, Я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня, то есть, через Христа, то есть, вход в Царство Небесное через Христа, то есть, ты должен поверить, что Христос за тебя принес жертву себя, то есть, за твои грехи, ты должен привести покаяние, креститься и получишь, написано, дар Духа Святого, Деяние 2, 38, та же Деяние 4, 12, написано, ибо нет другого имени поднема, которому надлежало бы нам спастись. Дело в том, что у них там написано в их книге, очень много взято с Ветхого Завета именно евреев, от которых мы получили Ветхий Завет, христиане. Вот эти вот, только что у них потом, конечно, там написано свое. И вот, когда с ними беседуешь, говоришь, что у вас же, ну, ваша книга намного позже, на 6 столетий появилась. Например, там написано, там Ибрагим, это у нас Авраам, а об Аврааме у них ни слова не сказано. Там, например, Саул, там, это Давид, ой, не Саул, у них по-другому там называется, это у нас Саул. Там о Давиде сказано, у них тоже по-другому, но у них не приведено ни одной строчки из того, что в Библии написано. То есть, без Христа человеку не спастись. И вот, наоборот, говорите, он добрые дела делал. В Евангелии прямо написано, в Евангелии Отечеяна 36, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына Божий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. То есть, человек неверующий во Христа, он все время ходит под гневом Божиим. Он может в любую минуту умереть, а там вечность. И куда твоя душа пойдет? Ну, вот, тогда есть такой вопрос, скажите, а когда вот было время, ну, это сейчас достаточно распространено, пожалуйста, бери книги, читай там это, познавай там Бога и все такое. Вот, мне всегда же так было. И, допустим, если взять людей, которые, ну, как бы вообще, ну, ничего из христианского, ничего не делали, там, ни посты, там, ни молились, ни церковь не делали. Что таких, ну, в данный момент, они уже умерли, что их ждет, ну, уже, как бы, всем, как бы, ад приписан, или как? Я вам сейчас сказал из Библии то, что как написано, то есть верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, неверующий уже сужден, то есть его ждет только вечность и мучение, все. Но Господь, Бог, судья праведный. Потому что есть люди, есть люди, да, апостол Павел об этом в послании, сейчас не могу на память вам процитировать, он говорит так, что есть иудеи, например, люди, которые живут, будучи язычниками, соблюдая западе Божие. То есть они не прерыводействуют, никого не убивают, там, никому не завидуют, так, ну, вот, и они, может быть, на суде Божьем будут, будут, а правда, может быть, это только, он просто говорит, как намек, то есть не вменится ли им где-то это в праведность. А вы, будучи верующими, а сами нарушаете западе Божьей, там, прерыводействуете, с ворами сходитесь, там, богохульствуйте и так далее, другие грехи творите. Что меня ждет? Конечно, по моим делам, если я умру во грехе, меня ждет только ад тоже. Хотя я был верующим в Христа. То есть Господь-то, Он судья, я так и сграю, это не лицемерный будет суд там, в вечности. Там Господь сам будет определять, кому куда, в рай, кому в царство, кому в отойти. То есть должно быть все в совокупе. То есть если ты верующий, ты должен соблюдать заповедь Божьей. Господь сказал, не прерыводействуй, значит, не прерыводействуй. Начало мудрости, страх Господний в Саламонбе. То есть я, например, иду по городу, там сейчас же афиши везде, голая женщина, там полуголу почти что. То есть ты идешь, опустил взгляд, Господи, помоги мне в него пройти этого искушения, потому что можешь соблазниться же, взгляд посмотрел, похоть взыграла внутренняя. То есть я раз прохожу, помолился, и все, у меня это все прошло, все чувства успокоились. А бывает человек не помолится, то есть раз это допустит свое сердце, все у него подходит, и он уже ищет, где бы согрешить ему этим грехом. То есть простой пример. Да, а вот, и это уже личные такие размышления по поводу ада. Ну, конечно, все боятся туда попасть. Но мне вот интересно, так как описывают, или как преподносят везде, я не знаю, в разных может быть фильмах, все такое. Ну, в общем, общая суть, то, что там будешь мучиться в вечном окне, и все такое. Допустим, ну, понятно, все мы знаем боль физическую, там, обжегся, ты знаешь, как это горячо, и все такое. Вот, но когда мы умираем, туда как бы душа отправляется, а душа это несущественная, разве она может испытывать такую боль, какую воспитывает тело? где оно только написано, что мы... Ад, он не представляет собой, вот, то, как мы его представляем, именно физическую боль, как мы испытываем, вот мы таким не представляем. Человек в вечности, если он попадет в ад, не дай Бог, конечно, он будет мучиться, потому что будет всеобщее воскресение, и все мертвые воскреснут, то все наши тела, они, души войдут в свои же тела, и воскреснут, только они будут нетленные, то есть там откроется вечность, то есть ничего уже, такого тленного уже не будет, все, и там на суде Божьем Господь будет определять души уже, если ты жил неверующий, не соблюдал западе Божий, тебя только жрет ад, все, ты умер нераскаянно, ты именно будешь мучиться, ты будешь именно мучиться в теле, то есть душа будет у тебя в нетленном теле, почему ты не можешь умереть, потому что ты сотворен бессмертным человеком, это только здесь, на земле, кажется, наше там умирает тело, его съедают черви и так далее, Господь написан в Иезекииле, что Господь опять все соберет, то есть душа войдет в свое тело, нетленное только, и вот это нетленное теле, она будет мучиться, а другие будут... то есть если я правильно понимаю, вот этого еще не произошло, но это, я так понимаю, это будет все в общем, все остатут, а данный момент, человек умер, его тело в земле, его душа неизвестна где, вот допустим, в данный момент смерти, он не перебивает, там, в аду или в раю, или где-то посередине. Есть частичный суд, еще называют, то есть будет всеобщий суд, а есть частичный суд, например, если ты умер во грехе, ты уже находишься в аду, только потом уже, вот я вам сейчас просто прочитаю, что голословно не было, как видите, что я там вам сказал, вы скажете, а вот какой-то дядька мне бородатый говорил об этом. Вот, например, Откровение 20 глава, это последняя книга в Новом Завете написана, с 11 стиха, «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем», то есть с большой буквы сидящего, «от лица которого бежало небо и земля и не нашлось им места, и увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая из книгой жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими», то есть все записано будет, у Бога все записывается, как вот у нас сейчас съемка ведется, видео, например, люди записывают, ходят в улицу, там все везде свою жизнь, в YouTube выкладывают, там все будет, только там уже будет все открыто, то есть ничто не с открыто будет, тогда отдало море мертвых, бывший в нем, то есть те, которые утопленники умерли, на кораблях плавали, там лис, это совершилось, там самолет упал, и смерть, и ад отдали мертвых, то есть ад, и с ада тоже будет, все люди, которые в ад сейчас попали, после своей смерти, вот этот частичный, они тоже будут предстанут на суд Божий, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая, то есть это уже вечное определение будет, то есть озеро огненное, то есть бесконечные муки будут, то есть человеку уже оттуда не вырваться, все, он может уже тысячу раз бы раскаялся, но он не будет, и дело в том, что написано, когда придет антихрист на землю, это человек греха, об этом книге сказано, да, написано, что люди, которые примут его начертание, они будут Бога, когда Господь будет посылать язву, там разный, там третья человек, человечество умрет, там дерева будут сожжены тоже, и люди будут хулить Бога, то есть они даже, видя вот эти, гнойники будут, там они будут умирать от жажды, земля не будет давать свои, чтобы можно было питаться от нее, они будут хулить Бога, то есть вместо покаяться, у них уже будет отнято это покаяние, вот это самое страшное, то есть, когда тебя будет, вот сейчас вот при жизни, я могу покаяться, а там уже все, уже не будет никакого покаяния, то есть ты с этим же сойдешь в ад, то есть в озеро Огненность, это смерть вторая, после суда Божия, всеобщая. В этой жизни нам Господь, в этой краткой земной жизни, Он нам дает, чтобы мы могли, говорится, унаследовать жизнь вечную, через Христа, то есть отдать свою, мы же сотворены по образу Божьему, а в чем он заключается? У нас есть свободная воля, это на самом деле вроде и хороший дар, а с другой стороны очень страшный дар. Зачем я в ад пойду, я бы не хотел в ад попасть, Господь сделал бы меня какие-нибудь, как солдатикам, которые раз подзавели, а пошел добрые дела делать только. Никакие злые, чтобы мне там мысли сюда не приходили. А Господь сотворил нас свободными. Он и хочет, чтобы мы по своему свободному произволению избрали его, а не сатану. От нас это зависит, за что мы будем судимы. Не за то, что это там плохие дела, это тоже, конечно, тебя спросят, но за то, что ты, например, вот у меня нож в руке, я этим ножом могу масло себе на хлеб намазать, а могу пойти человека убить, зарезать, там за несчастный, там 100 рублей, там, или за тысячу. Или просто так, за то, что он мне там что-то оскорбительное сказал. То есть, вот за это, за эту свободу я буду судим. Я понял. И вот это, допустим, все современные вот эти блага, что мы там фильмы смотрим, там, это все крешно, правильно? Смотрите, тут надо, конечно, различать. Например, есть такой вот фильм «Сбежавший за дом». Это христианский на самом деле фильм, но вот показывает, как был один неверующий врач, он уже там, у него была частная поликлиника, он работал, и достиг уже большой высоты там, то есть стал каким-то начальником. Он говорит, у меня все есть, о чем я мечтал, но в душе говорит пустота. И вот ему говорили тоже об Аде, он хотел узнать, что такое ад, все-таки существует ли он этот ад на самом деле, или просто люди выдумали. И он взял таблеток горсть, позвонил своему другу врачу тоже, который вместе с ним работал в больнице, а перед этим в подвал спустил все, что надо, чтобы его, если что, могли поднять, реанимировать. И вкусил этих таблеток горсть, и говорит, а нет, он там инъекцию какую-то ввел себе в вену. И говорит, я такое-то, такое-то делаю, белоснежку, говорит, ввожу. Тот в ужасе, друг, ты что делаешь? Он говорит, у тебя тут все, говорит, я уже подготовил, приезжай, говорит, меня помогай, говорит, вытаскивай оттуда, с того света в ролика. И вот в этом фильме показан, как он начинает мучиться, то есть какие, что там, ну как сказать, ему показано, как в жизни он себя ввел. Там отец у него был верующий, покаялся был, он его не мог все никак простить, за то, что он творил зло, до того, как был верующий. Там матери обманывал, пил постоянно, его тоже обманывал все время. Вот, и в дальнейшем, вот это вот, согласно Слову Божию, конечно, это Господь просто ему показал, что это будет с ним, если он без покоения умрет, без веры в Бога. А так человек, в частности, чаще всего оттуда уже не возвращается. То есть, если тебе Господь определил все, да, Господь показывает, то есть, потому что много случаев есть, вообще, если в интернете вести, когда люди воскрешали, то есть, два-три дня они там, мертвые вроде, все, врачи сказали, все, человек умрет, а на самом деле Господь раз и дает ему жизнь. И он уже начинает говорить о том, что он видел за той чертой, там, ад или рачу он видел. Ну, есть случаи, много, много, по-долбам подобные. Скажите, а такой вот случай, ну, в смысле, личный пример, да, допустим, ну, я вроде человек достаточно взрослый, то есть, я, ну, фильм, конечно, люблю, смотрю, там, разные, ну, то есть, я, они как бы на меня, но я считаю, по крайней мере, такого особого влияния, как бы, не оказывают, там, чтобы я, знаете, что-то посмотрел, и прямо ушел. Вот, ну, допустим, вот, если взять конкретно вот такой случай, допустим, смотрел сериал, мне он понравился, называется он, вы удивитесь, ну, удивитель, конечно, Люцифера, вот, то есть, там, ну, да, сериал комедийный, в общем, но там, допустим, вот, именно дьявол, да, ну, то есть, преподносят в добром свете, то есть, вот, когда ты смотришь, ты вот, мне понравился, почему, потому что, ну, как я смотрю, просто как художественное творение, да, вот, допустим, а, ну, я не воспринимаю, что, допустим, дьявол, действительно, как бы, там, такой, хороший, там, все дела, вот, допустим, это, ну, греховно смотреть подобные фильмы, ну, если ты их не воспринимаешь очень так сильно, да, вот, просто смотреть, как... Развлечение. Да, ну, даже не то, что развлечение, вы знаете, там, оно так преподносится, допустим, там, почему его не делают плохим, но там как-то, вы знаете, ну, это умеет, надо, конечно, снимать так, вот, там все равно, как бы не было, задевают, вот, при просмотре ты смотришь, задевают какие-то, как будто твои личные проблемы, вот, знаете, вот, ты, во время просмотра, ну, может, на каких-то вещах ты задумываешься, вот, допустим, а что если, а что если, вот, но, мне вот интересно, я вам немножко издалека начну, во-первых, дьявол, он же не был, спират дьявол, это было, если вы в Библии читали, херувим осеняющий, то есть, очень приближенный к Богу, был, и ангел именно, херувим, вот такой есть у него градация, херувим, ангел, архангел, херувим, серафим, там, вот, вот, но он возгордился, он говорит, я, вознесу свой престол выше Бога, то есть, он решил стать выше Бога, и написано с ним, когда на небе произошла война, там, ангелы, между собой, которые добрые, боролись против тех, которые восстали, против Бога, как вот, дьявол, это в переводе означает клеветник, сатана, это противник, то есть, если вы не знали, он начал противниться против Бога, и он увел за собой третью часть ангелов, и написано, дьявол сошел на землю в сильной ярости, почему очень много было, вот, особенно в дни, когда пришествия Христа, вот это язычество, очень сильно было распространено, жертвоприношение, очень много лилось крови, ну, она и сейчас, конечно, льется, но все равно, сейчас как-то человека немножко обуздывает христианские законы, а раньше-то вообще не было никаких преград к этому, вот, и он, в чем еще бывает заблуждение, то, что сатана, он не просто говорит, что типа, я вот такой, и ты иди твори грех, он все это, говорится, тебе преукрашает, любой грех он тебе преукрасит, то есть, начиная с воров, там, ну, утащил ты там с работы какой-то гвоздик или саморез, ну, люди вагонами воруют, что тебе такого, да ничего тут такого нету, ну, взял ты взял, да пошел дальше, то есть, и вот так он у человека обольщает, то есть, разум его, то есть, например, вот, мне вот нравится, я не знаю, вы читали или слушали, корейцер Соната, Льва Алтастова, есть произведение, не читаю, а вы послушайте или почитайте, очень поучительно, он там рассказывает, Лев Толстой, ну, вам писатель, это известно, он на слуху у всех, да, он как раз объясняет, что, о седьмой заповеди, то есть, как все это начинается с младенчества, то есть, как человек развращается с помощью общества всего, то есть, к чему побуждает его другие друзья, там все, родственники, то есть, ты обязательно должен, там, вот это, сделать, и человек в этом убеждается, вроде никакого греха и нету в этом, я тоже, хотя, в душе что-то я там осознал, что вроде что-то не так делают, да, но я это не считал за грех, а вот когда Библию начал читать, вот здесь у меня, кажется, глаза-то открылись, и духовно, я понял, что я творил, какие беззакония, а Господь меня терпел, мог бы в любой момент оборвать мою жизнь, и все, я бы на той стороне сейчас был, без покоения ушел бы, потому что были и нападки дьявола, и он душил меня, после очередного блуда или какой-то другой греха, то есть это все Господь попускал, чтобы я искал его, то есть у него защиты, а раз я не знал, как молиться, кто такой Создатель, я, конечно, не знал, как выйти из этой ситуации, вплоть до того, что хотел порой даже руки на себя наложить, то есть я вот к этому подводил, а это вообще смертельный грех, то есть он нераскаянный, ты уходишь нераскаянным грешником, это очень страшно, конечно, ну а Господь милостив дал мне уже 26 лет вот в Святой Библии через православных братьев, они мне показали, начал занятия посещать, у нас, между прочим, тоже есть занятия по скайпу, если вам будет интересно, можете посетить, послушать, они проходят, у нас написано занятие по изучению Святой Библии, в 6 часов вечера, это по нашему времени, по Алтайскому, по Москве это получается 2 часа, если вам еще будет желание, у нас также есть на ютубе канал, называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин», 4 слова вы ведете, и там можете много для себя поучить, чем оно поучительное, то что у нас разные везутся беседы по скайпу с людьми, то есть это мы записываем, выставляем, то есть там верующий, неверующий, там протестант, православный, то есть без разницы, хоть с кем-либо, и там, то есть очень будет вам тоже так же поучительно послушать, там различные, мы, во-первых, у нас две общины, это в Барнауле, одна община православная, вторая община деревня Потеряевка, это 150 километров от Барнаула, Мамутовский район, она построена на 5 основных принципах, что человек, прежде чем должен поселиться в этой деревне, он должен доказать, что он не пьет, не курит, не матерится, не ворует и не лжет, и тогда первая беседа с этим человеком происходит, там у нас, я один живу, а там у нас в основном, есть у которого семеро детей, то есть живут, как вот заехали туда, уже некто там трое-четверо, ну то есть, кому сколько Господь дал, за счет скотины живут, то есть свою скотину держат, коровы, куры, там гуси, кто-кто, один даже страусов держал, но потом у меня вот так вот не получилось с ним. Вы не обижайтесь, но я не понял, но все-таки окончательно в ответ на мой вопрос, что по поводу вот этого фильма, ну я же говорю, даже не этот фильм, любой возьмем, допустим, ну если человек смотрит его просто ради, ну, посмотрел и, скажем так, так и все, не принимая там очень сильно, и не воспринимая это, я вам сейчас прямо отвечу, например, вот я смотрю тоже разные фильмы, не обязательно там только божественные, разные фильмы, но каждый фильм, я уже будучи верующий, знающий Библию, что там, как, где написано, я уже смотрю во свете Библии, то есть смотрел, я посмотрел фильм, да, вот этот мне что-то для себя, какой-то урок усвоил, а бывает, ты посмотришь, скажешь, ну зачем я смотрел, то есть, Господи, прости меня, то есть, это называется пустую провел время, то есть, тебе для своей души, ты ничего, для себя ничего не взял полезного, вот это, конечно, плохо, вот из-за этого, здесь надо все-таки смотреть, какой фильм полезный, бывает, люди советуют, там, вот такой фильм посмотри, посмотришь, ну вроде, что там такого, а бывает, для себя какой-то урок извлечешь, я, конечно, стараюсь смотреть христианские, то есть, там, Люцифер и так далее, я эти, конечно, фильмы стараюсь не смотреть, но бывает, что из них что-то может для себя взять полезное. О, вот это вот, как-то уже более понятно. Главное, что самое-то главное, что написано за каждое праздное слово мы дадим отчет Богу. То есть праздное слово вам понятное слово пустое, то есть который не ведет к действительно написанной христианской жизни, то есть к чему-то доброму, полезному. И даже здесь, то есть в этих просмотрах во всех, ты должен смотреть, а принесет мне пользу этого фильма, там уже ананация бывает, как она там это, ну вкратце содержание идет, раз посмотрел, ну вроде что-то можно для себя взять. Посмотрел, применил там бывает в жизни что-то. Именно вот для меня более нравится вот это, как, люблю просто там допустим фильмы, действительно, знаете, не такие там пустые там, а посмотрел там, постреляли, все, ну бывает и такое конечно, но действительно нравится, когда он посмотрел и после фильма вот о чем-то задумаешься. Ну, допустим самые простые вещи. Недавно вот посмотрел фильм Селена Стивена Хокинга, ну, все, наверное, его многие знают, там ученый, который всю жизнь, ну, в инвалидном кресле. Да, 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 я слышал, слышал. Вот. Ну, действительно, там работа над фильмом хорошо велась и донесли то, что хотели. И вот посмотрел, допустим, вот сразу в голове мысли, начинаешь ценить, допустим, вот даже такой человек, вот скажем так, проведя всю жизнь в инвалидном кресле, ну, то есть он не утратил интерес к жизни, он все равно находил какую-то цель, там все такое. Подпалкивают такие мысли, то что вот ты живешь, да, ты вроде как бы можешь быть там недоволен, у тебя того там нет, ну, того там нет. Ну, на самом деле, у тебя очень много есть, там, допустим, руки, ноги ходить можешь, там, что-то делать, допустим, и начинаешь как бы больше ценить вот это, что ну, на самом деле у тебя много чего есть. Я к тому, что люблю фильмы, которые заставляют задуматься о том, чем мы так вот в повседневной жизни можем не обращать внимания, вот воспринимаемые данные. Я, например, смотрел один фильм, он так-то детский фильм, но из него много полезного взять. Называется Сотворившее чудо. Это примерно девятнадцатый век. Одна девочка жила в богатой семье, ей было все пять лет, она была глухо, немая, слепая, то есть ходила такой на ощупь, но была настолько вредная, то есть родители самого, когда она слепла вот это, перестала слышать, там какая-то болезнь у нее была в детстве, года в два, в три было. Она после этого, ее родители стали жалеть, и все шли на всякие уступки, лишь бы она только не беспокоилась. Там, например, она что-то бесится, там, ну явно там начинает что-то крушить, ломать, а не раз конфетку ее в рот, она раз успокоится, то есть спокойно с ее ведет. Ну и в оконцовке им это все надоело, они не знают, как с ней справиться. И обратились там к одному известному врачу, профессору, и он говорит, посылает свою ученицу, женщину, которая тоже до этого была слепая. И она уже знает, то есть с этим палатками она известна, как себя человек ведет. И вот она начинает ее воспитывать. И первый день, что она с ней получилась, она заставила навязать себе сюда салфетку. Там противилась, там вилки выкидывала, там что только не делала. Она ее садила, вот таким, то есть таким трудом заставила это сделать, переломила ее в ней все-таки. В дальнейшем она начала мне работать. То есть вот из этого фильма можно сделать для себя вывод, что над детьми надо трудиться. Не просто там, а пускай как сам хочет так по себе воспитываться. Нет. И вот так воспитать, что ты потом в тюрьме окажется, или тебя вообще самого убьют. То есть здесь надо трудиться. И ребенок потом будет за это благодарен. Вот если я с людьми встречаюсь, он где-то вот мной занимались, я вот я сам по себе меня бабушка воспитывала тоже с двух лет. Мама умерла у меня в два года. Бабушка воспитывала. Но бабушки вы знаете, как воспитывают. Спи дольше, ешь больше, как говорится, сладенькая. Вот. Ее вырос эгоист, которым в дальнейшем Господь уже через жизнь начал вразумлять там, через заразных людей. Потому что отца нету, некому было, говорится, остановить вовремя, подать добрый пример, как, что, чтобы добрые дела делать. Но хотя она, конечно, добрым делом побуждала, там, я уважал старших, а то у меня было заложено с самого детства. Но в дальнейшем-то я все-таки там много чего нагрешил, натворил. То есть вот здесь надо вот, Господь в Пятое Западе, Он говорит, почитай отца твою и мать твою, и до продлятся дни твои. То есть ты должен, родители тебя должны научить почтение взрослым. В первую очередь к родителям своим. Это заповедь об этом Пятое говорит. Ну и там написано тоже у Сираха в книге, что ты должен послужить родившим его, как владыкам. Словом владыкам, вам понятно же, да? То есть ты раб, ты раб, а этот твой над тобой командир, то есть начальник. Ты должен как владыкам послужить. И Господь за это тебе, говорит, воздастся. То есть даже у тебя будет множество грехов. Но если ты почтение проявлял к родителям, не дерзил, то есть выполнял то, что если не ко греху, конечно, они тебя вели, выполнял то, что они тебе говорят, тебе Господь в дальнейшем будет тебе жизнь твою благословит, одним словом. Дети будут так же послушными. Вот прямо сейчас, я уже думал, обо всем поговорили, но сейчас вот еще один достаточно важный вопрос. По поводу родителей, он, допустим, как это объяснить сложно, допустим. Я вроде считаю себя нормальным человеком, безумно люблю своих родителей, отца, маму, всех родственников. Всем благодарен, допустим. Мама, ну она меня верующая, и она меня приучила в церковь, допустим. Ну, с детства брала с собой, допустим. Вот я ходил там, потом уже Костя сам начинал ходить, ну, потом, конечно, уже это отошло. Вот, но не столь важно. Допустим, сейчас вот, допустим, ну, она человек на пенсии, то есть она может себе позволить там ходить в церковь. И она действительно придерживается, и посты соблюдает, и в церковь ходит, и, ну, меня, разумеется, подучает там, рассказывает как что надо. Вот. А вот ланить с ней не особо получается. Вот понимаете, есть, есть, допустим, любовь к родителям, да, вот, безмерной благодарности и все такое. Вот, допустим, а есть именно такое, что вот не получается с ними ланить. Вот, допустим, ты, ну, в детстве ты просто беспрекословно слушал. Вот у тебя всегда в голове было то, что родители говорят, значит, так и есть. И ты должен их слушать, вот, потому что они прожили, они знают. Но повзрастев, вот, начинаешь понимать, что не все так просто. И родители ошибаются. И вот, когда ты видишь, допустим, ну, не хочу, чтобы это прозвучало глупо по отношению к маме, но замечаешь откровенное лицемерие. Вот человек и ходит в церковь, и учит тебя, чтобы ты там и молился, и читал, и это. Но во многих случаях вот именно наблюдаешь противоречия самой себе, ну, всему, что, как бы, учит. Допустим, простой пример. Вышло так, что с детства с сестрой не ладил. Ну, у нее сложный характер. Мне повезло, допустим, я такой человек достаточно общительный и могу ладить с людьми. У нее очень сложный характер. Мы с ней не ладили. И вплоть до сегодняшнего дня вообще, можно сказать, чуть ли не враги. Вот. И, допустим, мама, допустим, вот, ну, как бы, ее защищает. А я не понимаю. Вот, допустим, я, ну, как мне кажется, я со стороны вижу, как оно есть на самом деле, но она почему-то ее защищает. И я, вот, допустим, выступаю на стороне ее мужа. Они сейчас поссорились, допустим, они живут вместе, но он старается. Я это вижу все со стороны. Я вижу откровенно, что, допустим, к нему отношение незаслуженное. И так еще случилось, что, допустим, у него мама умерла, но он остался, как бы, ну, сиротой уже, да, ну, сестра у нее есть, ну, все, ну, как бы. Я вот это, знаете, просто вот со стороны наблюдаю, вот, как мама, допустим, со своей дочкой там беспокоится, там, жалеет, вот, как ей там ваш, как все это, все. А у кого у меня лицемерие, допустим, за него она вообще ничего плохого, хорошего не скажет, а наоборот, там, ну, начиная там, а он там и то, и то, и не старается это. Я вижу, допустим, я, мне кажется, что я вижу истинные вещи, а лицемерие я вижу в том, что, почему ты себя так ведешь по отношению к нему, допустим, его уже никто не пожалеет. Да, да, допустим, дочь свою ты уже можешь пожалеть, и она знает это, а его уже никто не пожалеет. И, допустим, зачем ему так вот везти? Это вообще, я считаю, не по церковному. Я вам пример приведу. У меня есть знакомый дедушка, которому 80 лет сейчас. И он говорит, что когда он замуж, одну девушку позвал, тоже верующую, он сам верующий, с детства был, в старообрядческой семье вырос. Вот, и он говорит, что моя, говорит, мама, будучи неграмотная, никогда, говорит, не защищала меня, а защищала только ее, его жену. А ее, говорит, мама, защищала только меня, говорит. Вот как вот интересно, говорит, обе неграмотные, а делали мудро. То есть, они вот эти, все вот эти шероховатости между мужем и женой всегда усмиряли. Все. То есть, вот это мудрость Божия. То есть, Господь просто дает, и все. Но об этом я одно единственное скажу, что если вы человек, то есть, надо тут молиться, чтобы Господь именно и маму направил. То есть, с мамой можно поговорить только без всяких возвышенных голосов, там, ты не проводил? Да, то есть, спокойно, один на один. Нет, с моей мамой, вот знаете, то есть, когда она почему-то получает, да, я могу ее выслушать. Когда ей, я не конфликтный человек, я не люблю там повышенные, это она не повышенная. Я, если что-то хочу, всяческим методом пытаюсь объяснить свою мысль спокойно, и как я вижу, и всегда говорю, ну, я могу ошибаться, но это мое видение. С мамой такое нет. Вот у нее такой тоже своеобразный характер, когда начинаешь говорить что-то, ну, то, что ей не нравится, она воспринимает это как агрессию. Вот не можешь выслушать абсолютно, как бы ты, шопа там, или намеками какими-то, все. Если она чувствует вот эту грань, что ты с ней не согласен, вот, все. Это плохо. Вся Библия говорит о том, что ты обличение, если, конечно, оно справедливое обличение, ты должен принять. Нравится тебе это, не нравится, ты должен принять. То есть тут же уж. Я одно могу сказать, что человек, вот, например, я читаю Библию, мне тоже там бывает, что где-то что-то не так сказал, не так сделал. Мне подходит там брат или сестра верующий, говорят, вот ты неправильно сделал. То есть, да, бывает такое внутреннее чувство возникает, вроде охота оправдаться, что-то сказать, свое оправдание. С другой стороны, ты понимаешь, да, ты неправ. То есть, и тут уж, как говорится, ты должен смириться. Да, я был неправ, прости меня, брат, виноват там, сказал тебе что-то, не так вот надо. Но здесь, я говорю, надо читать Святую Библию, знать, потому что в Библии там все эти, все ситуации, сложности, вот это между родителем, между братом и сестрой, все это описано. То есть, как из этой ситуации выйти? Первое, конечно, это должно быть смирение, молитва, в первую очередь. То есть, помолиться, в какой момент, как сказать, то есть, мама, за нее молиться, во-первых, чтобы Господь ее просветил в разум, то есть, сердце ей положил. Потому что я знаю, вот, я сам как верующий, я знаю, что молитва может многое сделать с человека. Вроде ожесточенный, там все, с тобой даже видеться не хочет. А раз, и за него молишь, и молишь, и смотришь, раз, человек начинает тебе располагаться, располагаться, уже прислушивается. То есть, это, конечно... Да, я еще больше не понимаю. Я себя, ну, скажем так, ну, мысленно считаю верующим, да, вроде, и пытаюсь там вспоминать за Бога и молиться, когда, допустим, нет на это необходимости, но просто вспомнил и помолился. Вот. Но все же я не считаю себя верующим. А мама, ну, то есть, она и в церковь ходит, и читает, и меня к этому склоняет. И вот почему-то складывается такое впечатление, что я вижу больше, чем она. Вот. Это она должна меня этому учить. То есть, она должна мне такие вещи указывать, а не наоборот. Вот, допустим, она все читает, это, в первую очередь, она должна вот всем этом понимать. А почему-то уходит наоборот. Вот. Тот, кто не особо, скажем так, а... Ну, я вам один могу еще один из советов дать. Начните читать Библию. И вот когда будете по Библии с мамой разговаривать, тут уж конкретно... То есть, тут уже не ваши слова будут, а слова Божьи будут действовать на душу вашей мамы. Но если вы будете своими словами, навряд ли вы что-то добьетесь. Потому что, я говорю, люди разные. Даже верующие, они все разные. Очень сложно смириться, когда тебе, вот, например, я по себе знаю, вот, я когда первый год обратился ко Христу, у меня, во-первых, радость внутренняя была. Потом мне желание появилось, я начал Библию читать, вижу, вот этот человек не так делает, этот не так делает. То есть, без всякого расшуждения, без мудрости. Я просто подходил к человеку, выговаривал. Ты вот не так делаешь. Человек, конечно, начинал обижаться. Ну, сразу, а что, типа, я там рыжий или там крайний, что ли? А вон тот-то так делает, вроде как. То есть, и в дальнейшем уже потом, когда несколько лет прошло, я начал мудрости набираться, Господь уже меня начал просвещать, понимать, что вот здесь вот надо было где-то промолчать, где-то просто подойти и сказать пару слов, там, например, человеку, да, или вообще ему ничего не говорить, просто делом доказать, что он делает неправильно, то есть, показать примером. Все, вот, это постепенно приходит мудрость. А в начале, да, вот, особенно вот игру, и вот это, конечно, плохо, когда мама не прислушивается этому. Ну, что я могу сказать? Если бы я конкретно ситуацию знал бы, то есть, какие слова произносится при этом, я бы мог бы тоже, конечно, рассудить. Но это все в вашей, говорится, власти, в воле Божьей. Тут надо молиться об этом, чтобы все это разрешилось. Главное, чтобы не приступать к грань именно почтения как к родителям. Это для вас именно, как до самой смерти. Это я хотел услышать, допустим, такие вот смешанные чувства по отношению к родителям, ну, я уже говорил, и, ну, как бы, любишь действительно, и благодаришь там за то, что жизнь подарили, за то, что там много научили, вот. А в такие моменты, допустим, вот, видишь явную несправедливость и выходит какой-нибудь скандал, вот какие-то, вот, знаете, наговори друг другу разного, ну, скажем, ну, я человек отходчив, допустим, я, допустим, мне сказали, я забыл, я вот в душе не переношу там сильную обиду, знаете, что могу там дуться. Ну, все по-разному, как бы, я, у меня такого нет, слава богу. Да, слава богу. Ну, что, ну, очень, что мне в себе не нравится, понимаете, на почве всего этого, когда я замечаю, что меня не слушают, вот, это уже, наверное, отделало, скорее всего, происходит такое чувство, а хочется ей вот это, знаете, донести эту мысль, не понимая простыми словами, как-то через агрессию, через какие-то, вот, знаете, обидные вещи, то есть я делаю для нее обидные вещи, хотя я, ну, я отдаю отчет, что это ее обидит, что на самом деле я не хочу этого делать, ну, то есть у меня нет желания, но именно какое-то такое возникает желание, что, может быть, через агрессию это как-то дойдет, оно ничего не доходит. Я вам пример, я вам пример из жизни своей приведу. Вот я работаю одной верующей сестры, она у меня старше, то есть ей уже там под 60 лет, делаю отделку, то есть ремонт квартиры там делаю в комнатах, обои клею, и вот она со своим сыном разговаривает, у них произошел конфликт, сын дерзкий, неверующий, она самоверующая. Вижу, оба у не права, в чем не права, он более прав, ну, я имею в виду в том, то, что какой они ситуацию разбирали, она в этом, конечно, была не права, но с другой стороны, он ввер себя дерзко по отношению к матери. Я помолился, Господи, как это разрешить, я вижу, что у них скандал нарастает, а мне зачем это все надо? Я говорю, знаете, что в Библии написано? Они раз остановились, я говорю, всякий глупец задорен. И вот эти слова достаточно было для того, чтобы они прекратили всякую эту ссору. Они раз замолчали, уставы не закрылись, они не знали, что ответить. То есть вот здесь вот помолили, я почему вам говорю, одно из главных оружия, это молитва. То есть молитва к Богу, к живому Богу, то есть Бог, он живой, должна быть живая молитва, своими словами. Вот как ты разговариваешь, например, с мамой, с папой, там, ну, конечно, не так, тут понятно, благоверенно должно быть отношение. Я, я, ну, как, мне это близко, я, то есть... Да, то есть здесь все-таки нужно у Бога упрашивать мудрость, как поступить в то или иной ситуацию, чтобы Господь, например, вот я человека вижу, да, он не видит, вроде верующий молится, а он не видит то, что он теряет дружбу с другим человеком, потому что там брату или сестры нагрубил там, например, да, такие слова. Она пожила, он ей там выговорил, ну, сказал-то правильно ей замечание сделано, но не так надо говорить, потому что она все-таки взрослый человек, более пожилой, надо по-другому немножко себя вести по отношению к этому человеку. Вот, и уже начинаешь молиться, и в определенный момент наступаешь, подходишь и говоришь. Бывает достигает человека, а бывает не достигает, то есть тут уж. А в дальнейшем Господь уже будет сам в руки свои брать. То есть человек, если он сильно гневливый, вскипает сразу от каждого слова, которое ему говорят, что-то обличительное, у него появляются какие-то болезни, потому что это все влияет на твое здоровье, на человеческое. Бывает, Господь все-таки где-то найдет дубинку, хорошую такую, как говорится, там через какого-то человека. Вот, например, у нас в православии распространена торговля в храме, она вообще запрещена. Каноны православные, в Евангелии написано, Господь изгонял этих торгашей, притом покупающих и продающих. Обоих выгонял, бичи сделал. Вот, ну, например, мы там, будучи, я знаю, Евангелие, подходил к священнику, говорил братьям, сестрам, которые там в лайках продают, они говорят, у нас послушание, священник сказал, я делаю. Я говорю, ну, это уже грех делать, Господь-то запретил, это тем более каноны установлены, и это семь вселенских соборов было установлено все это. Даже в церковной ограде запрещено торговлю. Не слушают. Ладно. И вот одна девушка стоит, так же вот, на своем послушании, торгует во время богослужения. А я уже уехал, я был на Урале, сам жил, а потом переехал на Алтай, вот город Барнаул. И она пишет мне в письме, говорит, вот недавно, говорит, зашел ко мне мусульманин, нам в храм, говорит, зашел мусульманин. Он сам сказал, я, говорит, мусульманин. И заходит, говорит, а у вас, говорит, Евангелие, это что написано насчет торговли-то? Вы что, говорит, тут делаете-то? Ее это пронзило, эти слова. Она вышла из этого ларька, подошла к священнику и сказала, батюшка, я это послушание больше нести не буду. Он говорит, что случилось? Вот так-то, так-то, говорит. У меня вот подошел мусульманин, ей, говорит, сказал, разве у вас это положено делать? Ее это пронзило, понимаешь, вот сколько мы там, братья верующие говорили, там, два-три человека нас, не прислушались, упорствовали. А тут подошел совершенно другой верующий человек, сказал, он сказал правду. И все, и она перестала потом после этого торговать. И священник тоже прислушался. Во время богослужения перестал торговлять, торговлю вести, по крайней мере. До конца он не пошел, потому что здесь надо, тебя и епископ прижмет сразу, если ты вообще от торговли откажешься. Ну, то есть тут все взаимосвязано. А все за это будет большой спрос, написано строг, суд с начальствующим будет. Особенность епископа, священства, все вообще, кто был учителя, в церкви именно находились. То есть очень большой будет суд с них. Строгое взыскание. Еще последний вопрос, можно? По поводу сновых. Скажите, допустим, сны это все же по-научному объясняют. Это просто мозг переживает какие-то твои наболевшие события или что-то такое, мысли, в общем. Или это все же может быть от Бога. К примеру, допустим, у меня умер дедушка, допустим, два года уже, три даже, скажем. Любил его, все такое. И, конечно, начинаешь ценить, когда что-то теряешь. Допустим, умер и как бы все, и уже не поговоришь. А с ним более-менее можно было все поговорить, выслушать. И вот, допустим, был такой сон, прям, знаете, чувство, как будто он от Бога, вот реально. Ну, вдруг я оказываюсь у него дома, допустим, в гаражах, где он много времени проводил. И вот, знаете, вот сон как будто то, что ты хотел, вот знаете, вот ты его видишь, и ты стоишь там, да, вот, и ты понимаешь, он уже умер, и его нет. И вот эта ситуация, вот ты видишь всю вот эту обстановку, и ты понимаешь, что вот Бог как будто дал тебе шанс вот еще раз с ним, ну, там, поговорить, там, или обнять, или еще что-то, ты понимаешь, что это там временно, допустим, на несколько, там, секунд, или еще что-то. И как вот, допустим, это, это мои мысли, вот, допустим, породили такое, да, вот, чувство, и вот оно воплотилось. Ну, это как научно можно объяснить. Или это все же может быть от Бога? Я вам объясню, как объясняют святые отцы православной церкви. Они говорят, есть три вида рода сны. Первое, это от Бога. Вот, второе, от дьявола и от забот житейских. То есть то, что у тебя в течение дней происходило, там, в течение нескольких дней, года там, то есть твои переживания, это все тебе тоже может быть. Здесь смотрите, вот смотрите, вот я пророка Еремию вам зачитаю, это из Библии, Ветхий Завет, с 23 стиха. Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь? Я слышал, что говорят пророки. Мои имени пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось, мне снилось. Долго ли это будет сердце пророков пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забывали имя моё из-за Ваала? То есть смысл такой, что бывает, человек, особенно у нас, и у нас тоже, в православии распространенные бабушки, они верят с нам. То есть вот сон приснился, это должен быть вот так вот, то есть сами начинают толковать его, не рассуждая то, что, во-первых, Слово Божие, вот дальше он говорит, пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, а у которого моё слово, то пусть говорит слово моё верно. Что, в общем, у Микина с чистым зерном говорит Господь? То есть здесь надо уже смотреть. Вот бывали сны пророческие, например, фаравон от Оветском Завете. Если вы слышали, было 10 казней Моисеева, если в Библию читали. Да, вот, когда Господь и перед этим были сны там устрашающие, потом там другие сны были. И вот Господь обычно, если бывает от Бога, например, вот у нас святые отцы так говорят, если ты во сне видел распятие, то есть крест Христов, вот, как наяву, значит, это вот тебе сон от Бога. То есть Господь что-то тебе хочет через этот сон предупредить обычно. То есть о чём-то тебе предупредить. Что с тобой что-то может произойти там, например. Вот, но здесь, конечно, святые отцы говорят, что советуют самому ничего не толковать. То есть надо вериться Богу. Господь, раз предупредил, значит, ты будь готов уже, что-то может произойти, например. Потому что сны очень часто людей вводят в заблуждение. Ты начинаешь верить им, свои толкования давать, и в дальнейшем ты начинаешь уже искать этого, этих снов. Слово Божие говорит, что в общем, умикина с чистым зерном. То есть Господь об этом говорит, чтобы не опирались на сны свои. Что сон такой-то, сон-то такой-то, и так далее. То есть читай Библию, там много всё пояснено. То есть как себя вести надо, в каких случаях. Ну что ж, спасибо вам за сообщение. Вас спаси Христос тоже. Всего вам хорошего. Вставайте с Богом. Совет один. Читайте вот это слово. И там найдёте на все свои вопросы, ответы. Как уставать с мамой, как разрешить ситуацию со своей сестрой. То есть, чтобы, как говорится, не навредить ни себе, ни им. Чтобы дальше-то не пошло разлад-то ещё больше. Разногласия в отношениях. Ну всё. С Богом. Спасибо, Христос, вас. Всего хорошего.